В прямом эфире новости ОТС. Сегодня вторник, 10 февраля. В студии Ангелина Люденева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Пока люди сюда не пускаются, так как возможно еще обрушение, есть определенные опасения. Под рухнувшей крышей оказались погребенными несколько автомобилей. Только по счастливой случайности не пострадали люди. Воды будет очень много, если вот это все не убрать вовремя. А вовремя это вот сейчас надо. Или вчера. Больше никак. Десятки жителей Новосибирска с тревогой ждут весны. После таяния огромный снегоотвал может просто смыть их дома. В прошлом году, летом, на поведу зашло всего три человека. В позапрошлом году ни одного. Но это же были люди, которые ходили на гору для галочки. А мы идем совсем другой целью. Уникальное восхождение новосибирских альпинистов. 9 мая они встретят на пике победы. Начинаем с чрезвычайного происшествия. Сегодня утром в Первомайском районе обрушилась крыша авторемонтных мастерских. Это произошло ранним утром, когда в помещении еще не было рабочих. Поэтому обошлось без пострадавших. Очевидцы утверждают, потолок рухнул с такой ударной силой, что просто раздавил несколько стоящих в боксах машин. Крыша обвалилась на площади 300 квадратных метров. Спасатели закрыли проезды на территорию и проходы к зданию, так как существовала опасность дальнейшего обрушения. Сейчас завалы разбирает спецтехника. Причиной ЧП стала изношенность конструкций и погодные условия. Причина одна. Старое здание и обильное количество снега на самой крыше, на самой кровли. То есть я думаю, что снег не убирается, и поэтому крыша постепенно мокнет. В Кировском районе от снега неприятности пока только ждут. В нашу редакцию обратились жители сразу нескольких улиц частного сектора. Вблизи их домов огромный снегоотвал, и люди боятся, что их просто смоют с наступлением весны. В ситуации пытался разобраться мой коллега Андрей Баев. Весна, как говорится, не за горами. И уже многие, в том числе и специальные службы, готовятся к предстоящему поводку. И здесь, помимо прочих, возникает вопрос и со снегоотвалами. Например, вот эти горы практически вплотную подходят к частному сектору. Жители этого сектора обеспокоены своим ближайшим будущим. Люди просто боятся, что их не просто подтопит, а буквально смоет. Люди нескольких улиц частного сектора в Кировском районе Новосибирска живут на снежной бочке. Жители считают, что с первыми весенними днями талая вода не сможет уйти в соседнюю речку. Уж слишком большой сугроб по соседству с домами. Вроде как мне объяснили, что будет он на спуск стекать и туда. Но если она уже идет вдоль третьей Ольховской, так они не только около Тулы. Ну ладно бы еще около Тулы, и то я им объяснила, снег не будет же таять вот так вот в одну сторону, куда они хотят. Воды будет очень много, если вот это все не убрать вовремя. А вовремя это вот сейчас надо. Или вчера. Больше никак. Снегоотвал появился здесь этой зимой. В управлении благоустройства городом, говорят, площадка для временного складирования снега организована в соответствии со всеми мерами безопасности. И подтопления быть не должно. То, что там нагреблено, на гребле большой гребень, это ничего страшного. В принципе, вся вода по географическому рельефу, она пойдет в сторону реки и никак не пойдет в сторону частного сектора. И, соответственно, в течение всего весеннолетнего периода там будет работать техника, которая будет проводить какие-то противопаводные мероприятия совместно с администрацией Кировского района. Впрочем, в мэрии пообещали выехать на место и еще раз все проверить. В свою очередь, в региональном управлении МЧС уже готовятся к весеннему паводку. Составлены самые опасные участки. Готовят технику и специалистов. Остается надеяться, что эти силы и средства не понадобятся жителям частного сектора в Кировском районе Новосибирска. Андрей Баев, Алексей Баженов, Новости ОТС. Вакансий на рынке труда Новосибирской области в полтора раза больше, чем безработных. За минувший год работодатели опубликовали почти 200 тысяч предложений о работе. Новосибирская область в течение последних лет устойчиво держит такие лидирующие положения, но прежде всего по уровню занятости. 65-66% это наш средний уровень по годам занятости населения Новосибирской области. Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет сегодня чуть более 1%. Больше всего предложений о работе в сфере строительства, сельского хозяйства, обрабатывающего производства. И по прогнозам, в дальнейшем спрос на рабочие профессии будет только расти. Министерство труда поставило задачу модернизировать 20 колледжей Новосибирской области и начать подготовку специалистов по 50 новым профессиям. За последнее время было проверено 66 организаций, руководители которых задерживали зарплату. За 2014 год удалось сократить задолженность в выплатах с 70 до 50 миллионов рублей. Уникальный проект запускают новосибирские экстремалы. Они собираются взойти на самый северный семитысячник мира, пик победы. И сделать это в день, когда Германия капитулировала перед Красной армией. Все подробности далее. Этот путь, он короче, но опаснее, но в то же самое время он защищен от ветра. Здесь, когда на вазу выходишь, ты просто беззащитный. Сейчас альпинисты решают, каким именно маршрутом пойти на вершину. Окончательный выбор будет зависеть от состояния снега. Есть лавинная опасность или нет. Район пика победы отличается нестабильной погодой. Температура стремительно может меняться от нуля до минус 40 градусов. К тому же сильные ветра и осадки. Эксперты считают, что восхождение на пик победы высотой 7 439 метров над уровнем моря куда сложнее, чем на восьмитысячнике. И везет далеко не всем спортсменам. Из тысяч попыток только единицы успешны. Это, видимо, еще от харизмы восходителей зависит. Поэтому вполне возможно, что я очень уверен, что нам повезет. В этом году, ну в смысле в прошлом году, летом на победу зашло всего три человека. В позапрошлом году ни одного. Но это же были люди, которые ходили на гору для галочки. А мы идем совсем другой целью. Глеб Соколов, как никто другой, знает цену пика победы. Он шесть раз поднимался на вершину. А последние два десятилетия каждый год делал попытки взойти туда по разным маршрутам. Именно поэтому он и сейчас возглавит команду альпинистов. В ее составе не только новосибирцы, но и лучшие спортсмены Киргизии, Казахстана, Грузии. Организационно все решается, конечно, очень сложно. Сам проект, он довольно-таки дорогой, потому что заброска туда вертолетом. Вертолеты у нас сегодня очень дорогие. Плюс питание, снаряжение, безопасность, обеспечение. Находятся люди, которые помогают. Сегодня мы обратились к губернатору, к мэру с этим вопросом о поддержке. В Народный фронт пытаемся через Москву какую-то помощь получить. Я думаю, что все получится, потому что дело действительно значимое, важное, благое. Традиционно восхождение на этот пик делают летом. В мае удалось подняться лишь однажды в год 50-летия со дня капитуляции фашистских войск. Сейчас задача повторить это достижение. Патриотизм, он бывает разный. Для кого-то важно помочь тем, кто рядом, увековечить память. А если альпинисты тоже взойдут и поставят флаг на самом вершине горы Пика Победы, мне кажется, в этом такая благая миссия есть, которая просто мурашки покужит. Тут невозможно не поддержать. Экспедиция должна стартовать в марте. Весь апрель спортсмены будут акклиматизироваться, привыкать к высоте, забрасывать наверх продукты и снаряжение. И в начале мая попытка штурма, чтобы в День Победы на Победе развивалось Красное Знамя. Светлана Антимонова, Александр Ведерников, Новости ОТС. Там вы видите, соответственно, указанное точное место работы, которое указано было в вашей трудовой книжке, и тот период, который вы отработали на данном трудовом месте. Обычно на Томи плаваем, в прорубях, на разных озерах и так далее. Ну, для новичков в этом батутом центре определенный ритуал. Нужно спрыгнуть спиной вот с этой вершины. С Богом! Сегодня бывшие работники ЦУМа вышли на митинг с требованием возобновить уголовное дело в отношении своего бывшего директора. Люди готовы даже объявить голодовку. Николай Сальников разбирался в истории, которая тянется еще с прошлого века. Десятки бывших сотрудников ЦУМа готовы объявить бессрочную голодовку. Повод для возмущения – давняя история, из-за которой они потеряли свое имущество. Началось все во время повсеместной приватизации. В 93-м году Центральный универмаг Новосибирска стал акционерным обществом, а многие его работники – его акционерами. Собрали, например, ваучеры со всех сотрудников, кто имел и кто желал быть акционером. Собрали собрание, объявили это. Мы потом по спискам сдали эти ваучеры. И нам сказали каждому акционеру, кто, сколько имеет акций. Сначала акционеры получали дивиденды по своим ценным бумагам и надеялись, что в будущем эти платежи станут солидной добавкой к пенсии. Однако вскоре выплаты прекратились, а сам ЦУМ ушел с молотка за 8,5 миллионов рублей. При этом реальная его стоимость, по оценкам самих акционеров, на тот момент была в десятки раз выше. Люди несколько лет писали заявления в разные инстанции. Следствие признало нас потерпевшими в 2013 году, в октябре, 2 октября. Потом начались допросы. И вот в 2014 году, в ноябре, 5 ноября, открыли новое уголовное дело. Уже назначили виновного. Глазычев Юрий Дмитриевич. Сегодня главное требование митингующих – даже не возврат денег и не выплата дивидендов. Людей возмутило недавнее решение суда. И они требуют нового уголовного дела в отношении бывшего руководителя. Сегодняшний митинг бывших акционеров этого торгового учреждения проходит не случайно. Не так давно стало известно, что все государственные обвинения против бывшего директора этого магазина сняты в связи с истечением срока исковой давности. Вопрос того, возымеет ли юридическую силу требования несостоявшихся акционеров, пока без ответа. Николай Сальников, Борис Гладких, Новости ОТС. Сразу после новостей ОТС смотрите на нашем канале мелодраму «Дни надежды». Размеренная жизнь главной героини рухнула в один миг. Муж выгнал из квартиры, дал денег на такси до вокзала, но уезжать из города женщина не захотела. Пошла за советом к сестре – шумной, неунывающей оптимистке Марго, которая в свободное время подрабатывает колдуньей. Та предложила Надежде поискать себе нового супруга на кладбище. Первая же прогулка среди могил поставила героиню перед сложным выбором. Увеличение рождаемости, доступность детсадов и профилактика социального сиротства. Наш корреспондент Наталья Цопина сегодня побывала на круглом столе в правительстве региона и успела обсудить проблемы демографии в одном из новосибирских роддомов. У меня уже три сына, поэтому очень безумно хотелось дочу. Ну и вот она улыбается. Молодая мама Юля 9 лет ждала рождения дочери. Говорит, дети – радость в любых экономических условиях. Кризис никакой ни почем. Как рожали, так и рожают. У нас персонал 10 человек в декретном отпуске и пациентов. Мы план всегда перевыполняем. Рождаемость у нас повысилась. Плюс многопрофильные клиники – высокие технологии. Они помогают уменьшить младенческую смертность. К тому же в этой больнице делают уникальные операции. Даже в очень сложных случаях врачам удается сохранить пациенткам здоровье. Большое количество пациенток, когда имеются, предстоят первые роды в 42 года, в 39 лет. Это первая беременность, это первые роды. Поэтому сотрудница наша недавно была родоразрешение. Это первая беременность и первые роды в 45 лет. Уже третий год в регионе отмечают естественный прирост населения. Сейчас время становиться родителями тем, кто появился на свет в середине 90-х. А рождаемость тогда была невысокой. В области дефицит матерей, отмечают в правительстве региона. Есть мега задачи, а это демография. Потому что бессмысленное развитие страны, глобально, и не будет никогда регион развиваться, если не будет прирост населения, если не будет созданы не только условия для того, чтобы нам родить второго ребенка, чтобы снизить смертность, но не будет в садиках, не будет спортивных сооружений. То есть демографическая проблема, она не медицинская в чистом виде. Человек должен знать, что если заболел, то есть социальные гарантии. Необходимо формировать позитивный образ многодетной матери, выводить из кризиса институт отцовства, строить детские сады, заниматься профилактикой социального сиротства. Люди должны чувствовать себя защищенными. Как этого добиться, обсуждают сегодня чиновники. А молодые мамы добавляют главное. Очень долго хотели ребенка. И мы безумно счастливы, что он у нас наконец-то родился. Было бы желание, было бы стремление, а остальные все вопросы не решаемы. Наталья Цопина, Александр Егоров, Новости ОТС. Сегодня в Москве вручают премию президента России в области науки и инновации. Один из лауреатов – новосибирский ученый Никита Кузнецов. В лаборатории, где работает Никита, изучают ферменты, которые способны повлиять на структуру ДНК. В конечном итоге здесь рассчитывают получить препарат, который способен предотвратить онкологические заболевания и защитить от радиации и других облучений. То есть научиться просто управлять клетками, чтобы восстанавливать здоровые и убивать раковые. Сам лауреат родился в маленьком поселке Глубокое. Это в Казахстане. Закончил с красным дипломом Новосибирский государственный университет. И уже несколько лет работает над этим исследованием. Рассчитать размер пенсии теперь можно, не выходя из дома. В пенсионном фонде сегодня презентуют новую электронную услугу – личный кабинет. Специальный калькулятор учтет и северные коэффициенты, службу в армии и личные накопления. Юлия Федосеева с расчетами. Сколько баллов уже накоплено в счет будущей пенсии? Как почитать свой общий стаж? И все ли работодатели добросовестно отчисляют средства? Пенсионный фонд готов ответить на все эти вопросы в любое время суток. Вся информация теперь есть в личном кабинете. Сервис доступен каждому жителю страны, у которого есть страховое свидетельство. Достаточно зайти на сайт фонда, а затем в раздел «Личный кабинет». Зайдя на главную страницу в этом разделе, вы сразу увидите, какой период составляет ваш страховой стаж – в годах, в месяцах и даже в днях. Там вы видите, соответственно, указанное точное место работы, которое указано было в вашей трудовой книжке, и тот период, который вы отработали на данном трудовом месте. В личном кабинете можно получить информацию и о накопительной части пенсии. Это проценты, которые работники могут переводить в негосударственные структуры. Через интернет отныне будем подавать заявления, заказывать документы или предварительно записываться на прием. Он сможет проанализировать, весь ли трудовой стаж до 2002 года, учтенный в том объеме, в котором он, так сказать, помнит и он отражен в его трудовой книжке. И он сможет посмотреть все периоды с 2002 года, когда и сколько он зарабатывал, в том ли объеме ему это все откладывалось. И вдруг обнаружив, что какие-то периоды работы не попали в объект внимания сотрудников пенсионного фонда, уже сейчас, не дожидаясь наступления пенсионного возраста, обратиться в пенсионный фонд и подтвердить те периоды, информация о которых пока еще не поступила в пенсионный фонд. Еще один раздел личного кабинета пока находится в разработке. Он позволит россиянам в электронном виде подавать заявление на установление и выплату пенсии. Идти за этим в отделение службы больше не придется. Юлия Федосеева, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Синоптики на ближайшие дни вновь обещают снегопады, а вместе с ними и новые испытания для водителей и дорожных служб. Уборка дорог этой зимой стала большой проблемой для многих районов области. Впрочем, те, кто еще в преддверии сезона обновил свой автопарк, сегодня справляются быстрее. Вот она как универсальная машина. Зимой мы чистим дороги, лопата стоит и подсыпаем песко-соляной смесью. А летом лопата убирается, бочка вставляется, она с той стороны стоит и улицы убираются, моются улицы эти, ну и щеткой. Испытания летней пыли у этого богатыря еще впереди. Зима же показала. Автогрейдер купили не зря. Чистит быстро и качественно. Со старой техникой, говорит Юрий Копычев, не сравнить. Та и работала с трудом, и ломалась постоянно. Здесь же, как часы. Хорошая техника, новая есть новая. Другие работы можно выполнять, любую, как говорится, работу, которая старой техники не подсыпает. И двигатель мощнее, и самка себе, и лопата сама, как говорится, большая. Хорошая техника. К новому зимнему сезону в Болотном помимо Грейдера купили еще три трактора. Вся техника универсальная. Работать может в любое время года. Более того, лопаты снегоуборщиков сделаны из современных материалов, которые не вредят асфальту. Обновление автопарка в Болотном началось всего четыре года назад, когда старая техника практически перестала справляться с уборкой дорог. Ведь тракторы были в основном еще с советских времен. Сегодня гараж заметно помолодел. Это не окончание, потому что впереди необходимо произвести замену АС-машин. Щетка необходима для уборки дорожных бордюров, потому что с каждым годом бордюров становится больше, а уже не справляется. То есть та единица техники, которая обслуживает дорожный бордюр, уже слабая. Так что работу-то будем делать. Работы этой зимой коммунальщикам еще хватит. Впрочем, предстоящих снегопадов болотненские дорожники не боятся. Ведь новая техника доказала свою надежность. Зинаида Миронова, Анна Фомина, Владимир Полосин. Новости ОТС. Вы разбили дорогой планшет, а сервисные центры отказываются заменить треснувшее стекло, потому что три месяца не могут найти комплектующие. В такой ситуации оказалась героиня нашего следующего сюжета Сергей Толмачев. Разбирался, какие права потребителя нарушены и что делать. Места у меня немного, но я случайно задела, и планшетник упал и разбился. Одно неловкое движение стоило гримеру Лидии трех месяцев беготни по разным сервисным центрам. Везде просили подождать несколько дней. Не дождалась. Говорят, нет тач-скрина, это стекло. Я не знаю, куда обращаться, но в Сибирске его просто нет и нет замены. Проблема Лидии в том, что ее планшет хоть и дорогой, но не очень распространенный. И она не может найти авторизированный сервис. Авторизация – это когда заключен договор непосредственно с фирмой-производителем. Компания, которая сделала, неважно какой товар, она берет на себя обязательность отремонтировать его. Несколько таких компаний отозвали авторизацию у небольших ремонтных мастерских. Валерий – владелец одного из таких сервисов. Говорит, слишком уж завышенные требования у производителей гаджетов. Они идут в основном от 100 квадратов, то есть по европейским стандартам, чтобы была производственная линия требования к инженерам. Они должны иметь высшее образование, они должны владеть английским языком, разговорным, то есть и читать техническую литературу полностью. Тем не менее, закон о защите прав потребителей говорит, каждый производитель обязан предоставить покупателю возможность ремонта, даже если поломка – не гарантийный случай. Сервис должен отказать письменно, а потом нужно либо писать ему претензию, либо обратиться непосредственно в фирму, имя которой красуется на изделие. Вы выходите на сайт изготовителя и, значит, излагаете данную претензию о том, что вы не имеете возможность получить устранение недостатков и выдвигаете другое требование. Это может быть обмен, либо возврат денежных средств. Время ремонта тоже регламентировано законом. Для техники не больше 45 дней. Лидия выждала два таких срока. Большая часть аминно-современные гаджеты – это стекло и матрица под ним. В данном случае сам планшетник стоит 17 тысяч, а стекло с матрицей – 9. Между тем, чехол нужно купить всего за тысячу рублей. Вот такая простая арифметика. Сергей Толмачев, Борис Гладких, Новости, ОТС. Не только учить, но и воспитывать. Полномочия школьных педагогов надо расширить, уверены в правительстве Новосибирской области. Сегодня руководители двух региональных министерств образования и социального развития сошлись во мнении. Более внимательное отношение к детям решит многие семейные проблемы на ранних стадиях. Папа и мама поздно забирают ребенка домой, он приходит на занятия неопрятным, часто опаздывает. Все это должны замечать преподаватели и сразу сообщать специалистам по профилактике социального сиротства. Те, в свою очередь, обязаны поговорить с родителями, выяснить причины. Об этом сказано в стратегии развития воспитания в России до 2025 года. Документ выстроен на открытое обсуждение коллеги. Я предваряю окончание выступления, призываю всех сегодня экспертов, участников углого стола, подключиться к тому, чтобы внимательно посмотреть. Документ небольшой, есть и страничка, уважаемые коллеги. Но это единая и идеологическая платформа, которая при ее обсуждении адекватным и принятии в дальнейшем определит порядок действий тысяч, сотен и тысяч образовательных учреждений на всей территории Российской Федерации. В детском технопарке, который открылся в Новосибирске, нет вопросов, чем занять школьника. В их распоряжении интерактивные площадки для занятий физикой, естественными науками и робототехникой. На первых занятиях побывала наша съемочная группа. Собрать датчик света и прикрепить к роботу – задание не из простых, но будущие программисты Фома и Андрей не сомневаются. Сделают все как надо. Чтобы он мог выезжать из базы, ехать по черной линии, по кругу. Мы собираем. Потом он проедет, повернет, должен дальше проехать до красной базы. Тут же можно провести испытания на специальном полигоне. Для занятий по робототехнике в детском технопарке созданы все условия. Электроника, конструктор, современные компьютерные программы. Занятие раз в неделю прийти может любой школьник. Дети с пытливым умом. Ну, хватается сразу за все. То есть, какое-то новое задание приношение за него. Его пытаются и с удовольствием его выполняют. Занятия по геометрии интересны даже для второклашек. Для развития образного мышления вырезают фигуры, создают сложные коллажи. На занятия в первую очередь приходят одаренные дети – ученики специализированных классов. Для развития именно способностей и мотивации детей Новосибирской и Новосибирской области тех направлений, которые в тренде – это именно инженерная технология, это робототехника, естественные науки, инженерия, как мы и говорили. И вообще, это, скажем так, будущее самоопределение наших детей. Для этого работает сразу несколько площадок. В лаборатории изобретательства и протатирования установлены лазерные системы для резки и гравировки, 3D-сканеры и принтеры. Вихревая пушка, акустический туннель, зеркальный лабиринт – будущим физикам помогут не только изучать, но и создавать физические явления природы. Большая часть оснащения уже установлена в полном объеме. Детский технопарк заработает уже в марте. Елена Подкорытова, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Рисунки школьников из Новосибирской области попали на страницы детских книг. Дизайнеры решили, что это лучшее оформление произведения о реках России. Чем покорили юные художники, столичных издателей, расскажет Елена Щербакова. Веронике Белых сегодня исполнилось 16, а этот рисунок появился еще два года назад. У девочки нет альбомов, это чуть ли не единственное произведение. Но издатели решили, что оно лучше всего иллюстрирует Казачью реку. Я очень обрадовалась. Но сначала я думала, что это ошибка, потому что, не знаю, такой глушитель, живем в деревне, чтобы так нарисовать. Сегодня в Центральной библиотеке состоялась презентация не только этой книги. Полки новосибирских читалин пополнит альманах «Хочу все знать». Помните такой? Серенький. Его листает уже третье поколение. Мне ее даже обложка знакома с давних времен. Я первый выпуск этого альманаха не видел и не помню. Он состоялся в 1957 году. А в 1957 году я уже поступал в институт. А последующие выпуски мне попадались. Руководители библиотек принимают книги, их около сотни. Большая радость. Подарок неожиданный, приятный. И на рынке, на книжном, на самом деле не так много научно-популярной литературы. Мы ее всегда отыскиваем, а тут она сама пришла к нам. Сотрудники библиотек замечают, книги от земляков, новосибирских писателей и художников-оформителей с каждым годом становятся все популярнее. Елена Чербакова, Олег Сурков. Новости ОТС. И о спорте. Попрыгать на батуте или покататься на роликах, а также заняться акробатикой или паркуром можно и зимой. Все это под одной крышей. Подробнее в сюжете Евгения Нагаева. Но для занятия в батутном центре вам понадобится, внимание, спортивные штаны, чистая футболочка, одна пара носок и без малого около 500 рублей. Всего полтора месяца потребовалось четырем молодым парням, чтобы построить собственный экстрим-парк. Ребята не скрывают, приходили рано утром, возвращались за полночь. Иногда в зале приходилось даже ночевать. Все вот эти деревянные конструкции, которые вокруг батуты устанавливали, яму собирали, там проклеивали пол, собирали зону разминки. Это все целиком своими руками. Время от времени к нам подключались волонтеры, за что им огромное спасибо. Плюс зона скейт-парка, там уже мы подключили именно ребят, разбирающихся в этой сфере. За тренерский состав можно не беспокоиться. Каждый преподаватель специализируется на конкретном направлении. Все ребята имеют звание мастера спорта в том виде, который преподают. Так что детей приводить не страшно. Занятия ориентированы на самую разную аудиторию. На батутах тренеры занимаются со взрослыми, а также с детьми от трех лет. В зоне акробатики тренеры занимаются со взрослыми, а также с детьми от восьми лет. Но зачастую взрослым можно заниматься самостоятельно. Как и в любом виде спорта, здесь могут быть травмы. Главное – подходить ко всем занятиям осознанно и постепенно, под контролем специалистов. В конечном итоге польза от физкультуры все компенсирует. При занятии на батуте у тебя задействован вообще весь мышечный аппарат. Конечно, ты не станешь таким здоровяком, качком на нем, то есть ты не раскачаешься. Но именно в тонусе мышцы помогает держать. Плюс укрепляется позвоночник. Ты очень хорошо начинаешь его чувствовать, особенно на первых занятиях. Это только со стороны кажется, что все проще простого. На деле усилий требуется очень много. Ну, для новичков в этом батутом центре определенный ритуал. Нужно спрыгнуть спиной вот с этой вершины. С Богом. Евгений Нагаев, Александр Егоров. Новости ОТС. На этом все. В студии работала Ангелина Леденева. Удачи и увидимся. Спешите! Магазин «Мутон Люкс» заморозил цены. Предлагаем вам норковые шубы от 65 тысяч рублей, мутоновые от 15 тысяч рублей. Компания «Мастер». Мебель по индивидуальным проектам. При заказе кухни с итальянским фасадом «Бойков подарок». Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Сакура». «Сакура» – качество, дизайн, функциональность. С бытовой техникой «Сакура» для приготовления домашнего завтрака и 15 минут вполне достаточно. В ближайшие дни по северу Западной Сибири будет проходить циклон. 11 февраля по прогнозу Западно-Сибирска вы метеоагентство «Новосибирский бессущественных осадков». Ветер южный 3,8 м в секунду, влажность 76%. Температура ночи – 12,14, днем – 6,8. В последующие двое суток временами снег, метели. Температура воздуха в четверг, днем – 4,6, в пятницу – 7,9. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого хорошего. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok